Да будет Вселенная. Стоп. Но что если всё было не так? Или не совсем так? Теория Большого Взрыва в современном её виде наиболее общепринятое описание того, что происходило со Вселенной с самых ранних этапов её существования. Но раз я говорю наиболее общепринятое, можно сделать вывод, что она не единственная. Есть и другие, просто теория Большого Взрыва самая успешная. Но ведь это лишь теория. Ох уж мне это вечная «это лишь теория» от людей, которые путают понятия гипотезы и теория или не знают того, что вообще под словом «теория» в науке понимается. В общем, хейтеров у теории Большого Взрыва тоже достаточно. Правда, я сейчас скорее не про учёных, а про обывателей. И, в принципе, понять их можно, если неподготовленному человеку сказать, что когда-то вся Вселенная, пространство, время и всё, что его наполняет, было сжато до невообразимо малых размеров, а потом внезапно, по какой-то причине, начало расширяться, причём ещё и в первые мгновения супербыстро, а потом почему-то помедленнее. Человек, наверное, скажет... Чего? Это даже приводит к тому, что обыватели пытаются придумать свои альтернативные версии эволюции и даже происхождения Вселенной. Публикуют они их, правда, не в научных журналах, а в интернете. Пишут письма со своими идеями космологам, и даже мне иногда свои такие идеи присылают. Но научные теории, тем более такие фундаментальные, это не просто какие-то произвольные необоснованные идеи. Я тоже могу придумать что-нибудь вроде «Большой взрыв» — это чих некоего межпространственного существа. Или же что-то более витиеватое, с кучей умных слов, и что не будет казаться ерундой с порога. И тем не менее, никто мою такую идею в научный журнал не примет. Не потому что научные журналы — это элитарное сообщество, которое пускает только своих, а потому что моя версия не будет соответствовать элементарным критериям, которым должна соответствовать настоящая научная теория. Теория Большого взрыва держится наверху уже много десятилетий, потому что она успешно предсказывает многие явления, которые мы действительно наблюдаем во Вселенной. И это лучшее, что у нас есть. Однако в истории науки не раз было так, что какая-то общепринятая теория устаревала, и на её место приходило новое. Случится ли это с теорией Большого взрыва? Ну, это тоже исключать нельзя. К тому же, хоть она сейчас и лучше, это не значит, что она совершенная. И у неё есть свои проблемы. И создать научные альтернативы теории попытки были. Об этом сегодня и поговорим. О самой ТБВ, о её проблемах, а главное — об альтернативах. Ну, а я Андрей, и вы на канале «Космос просто». Я уже несколько лет сотрудничаю с ребятами, которые помогают мне с каналом, а именно с монтажом, съёмками, всякими организационными вопросами. Так мне проще сфокусироваться на самом контенте, изучать материалы, писать сценарии и придумывать ролики. Так вот, мой друг, с кем мы сотрудничаем и кто занимается ещё несколькими каналами, записал курс по Ютубу, и я там тоже принял участие. Да, понятно, в интернете можно найти полно общих советов, но что-то можно узнать только на своём опыте. И вот тут как раз куча полезной информации, но при этом конденсированной информации без воды. А я в этом курсе рассказал о том, как я пишу и оформляю сценарии для видео. Среди основных тем курса — как находить удачные идеи для видео, как разрабатывать контент-стратегию, как эффективно выстраивать процесс создания контента, работать с превью, правильно понимать данные аналитики и делать из этого выводы. Ну и, конечно, монетизация. Курс подойдёт блогерам, менеджерам Ютуб-каналов, видеопродакшн-командам, маркетологам, предпринимателям, СММ-специалистам и так далее. Да, сейчас пока будущее Ютуба не ясно, но мы работаем и собираемся продолжать дальше. К тому же много инфы на курсе актуально не только для Ютуба, а для видеоконтента в целом. Переходите по ссылке в описании, а по моему промокоду Космос просто — скидка 10%. Научная теория популярна не потому, что это кому-то выгодно, модно, ну или просто звучит правдеподобно. Теория должна что-то успешно объяснять. И теория Большого Взрыва это делает. Об этом, кстати, есть целая научно-популярная книга, написанная астрофизиками и космологами Люком Барнсом и Герайнтом Льюисом, которая называется «Справочник космического революционера» или «Как победить Большой Взрыв». Жаль, ее нет в переводе. Книга как раз детально рассказывает о том, почему ученые считают теорию Большого Взрыва наиболее успешной. Так вот, в интервью авторы книги говорили, что часто встречаются два полярно противоположных взгляда на науку. Одни ее слишком идеализируют и воспринимают как совершенное знание. Другие же, наоборот, думают, что наука — это жадная погоня за властью самопровозглашенных экспертов, которые только и хотят людей запутать умными словами и своей математикой. Но на самом деле это не то и не другое. Ну а тем, кто действительно хочет попытаться свергнуть теорию Большого Взрыва, надо, чтобы они еще и были способны объяснить то, с чем ТБВ справляется хорошо. Но с чем она справляется хорошо? Давайте по порядку. Чтобы прийти к современному пониманию того, как устроена Вселенная, человечество прошло сложный путь длиной в сотни и даже тысячи лет. И конфигурация менялась, а размер Вселенной по версии людей постоянно увеличивался. Люди считали, что Земля в центре Вселенной. Потом все же взяла вверх гелиоцентрическая модель. Каждый раз меня поражает то, что всего около ста лет назад мы думали, что наша галактика Млечный Путь — это и есть вся Вселенная. А другие наблюдаемые галактики считались туманностями внутри Млечного Пути. Почему, собственно, галактику Андромеды до сих пор еще называют туманностью Андромеды. А до открытия расширения Вселенной ее могли описывать как, соответственно, стационарную, то есть не расширяющуюся, вечную и бесконечную. Но у такой модели были серьезные проблемы. Например, в виде возникающих нехилых таких парадоксов. Например, знаменитый фотометрический парадокс или парадокс Ольберса, который говорит о том, что если Вселенная бесконечна и в ней равномерно распределены звезды, то хоть звезды на большем расстоянии становятся тусклее, то в то же время их должно становиться все больше, и одно должно компенсировать другое. И по такой логике мы ночью должны наблюдать не темное небо с отдельными звездами, а все небо должно быть залито сплошным ярким светом от бесконечного количества звезд. Что-то подобное должно в такой Вселенной происходить и с гравитационным притяжением. Опять же, в бесконечной Вселенной, равномерно заполненной веществом, на отдельно взятую точку должно действовать бесконечное притяжение. Ну, еще такая мелочь. Если Вселенная вечная, то ничего вокруг не должно существовать. Потому что за бесконечное долгое время все уже давно должно было прийти в состояние термодинамического равновесия, и Вселенная должна была достигнуть состояния тепловой смерти. Об этих трех парадоксах я подробнее рассказывал в отдельном выпуске, но вообще это так называемые парадоксы-парадигмы. То есть они существовали в рамках взглядов на Вселенную того времени. Однако стоит отказаться от идеи о том, что Вселенная вечная и что она стационарная, эти парадоксы исчезают. Но нельзя просто так взять и отказаться от устоявшихся взглядов. Даже Эйнштейн в 1917 году, после того, как разработал общую теорию относительности, построил первую релятивистскую модель Вселенной, которая была статичной. Правда, позже ему пришлось от этого отказаться, но для этого понадобились серьезные аргументы. Обычно, когда говорят об открытии и расширении Вселенной, сразу вспоминают Эдвина Хаббла. Хотя он, конечно, не единственный, кто приложил к этому руку. Намеки на это и не только в виде парадоксов и нестыковок, а в виде наблюдений и расчетов стали появляться раньше. Еще в 1912 году американский астроном Веста Слайфер наблюдал за спиральными галактиками и измерял их красное смещение. Да, на тот момент еще было неизвестно, что эти объекты были именно отдельными галактиками. Они считались туманностями внутри Млечного Пути. Ну и на всякий случай, для тех, кто тут в первый раз, очень кратко напомню про красное смещение и эффект Допплера. Все слышали, как изменяется тон звука, например, проезжающего мимо поезда или машины. Происходит это потому, что объект движется, и волны звука сжимаются, когда он к нам приближается, и растягиваются, когда удаляется. Вот мы и слышим. Ну или как-то так. С волнами света происходит то же самое, только свет от объектов, которые приближаются, смещаются в синюю часть спектра, к более коротким волнам, а удаляющихся в красную часть к более длинным волнам. Отсюда и название «красное смещение». Измеряя это красное смещение, можно определить, что объект удаляется от нас и примерно с какой скоростью. Так вот, измерения Веста-Слайфера показали, что, как правило, все спиральные туманности от нас удалялись, что уже намекало на расширение. Обратите, кстати, внимание, еще в статьях Хаббла они какое-то время назывались «спиральные туманности». А вот в 1922 году российский математик, физик и космолог Александр Фридман Александр Фридман разработал уравнение Фридмана в рамках общей теории относительности Эйнштейна. Фридман показал, что статичная вселенная Эйнштейна очень нестабильна, а модель Фридмана предсказывала, что вселенная не статичная, а должна расширяться или сжиматься. Ну и дальше уже были открытия Эдвина Хаббла. В 1924 году наблюдения Хаббла показали, что галактика Андромеды находится слишком далеко, чтобы быть частью Млечного Пути. Пусть его изначальные оценки расстояния были очень неточные, но принципиально он был прав. Ну а к 1929 году, измеряя расстояние до галактики, скорости с которыми они двигаются, Хаббл заметил между ними прямую связь. Чем дальше галактики от нас, тем быстрее они удаляются. И это теперь называется законом Хаббла. Что опять же указывало на расширяющуюся вселенную. В 1927 году Жорж Лементер, бельгийский астрофизик, космолог, математик и католический священник. Пришел он к результатам, схожим с результатами Фридмана. А уже после открытия Хаббла в 1931 году он пошел дальше, предположив, что раз сейчас вселенная расширяется, значит раньше она была меньше. И что если продолжать, получится, что в какой-то момент, в прошлом, вся вселенная будет сжата в одну точку, откуда все и произошло. Леметра часто называют автором теории Большого Взрыва, хотя именно это название появилось позже, в 1949 году. И авторство названия принадлежит британскому астроному Фреду Хойлу, которому теория очень не нравилась, и он с ней до конца жизни боролся. И тут часто рассказывают, что термин Большой Взрыв он использовал, чтобы высмеять идею о взрывающейся вселенной, но, возможно, это не так. Я пока искал информацию, наткнулся на целую статью о происхождении названия в теории Большого Взрыва и о том, хотел ли Хойл высмеять теорию этим названием или нет. И, видимо, все же нет. Он скорее использовал этот термин нейтрально, хоть саму теорию и не любил. Еще интересно, что прицепилось это название далеко не сразу. Если мы вобьем в поиске по астрофизической базе данных слова Big Bang, то увидим, что в большом количестве статьи с этими словами стали появляться только в 60-х. Ну и вообще, конечно, само название так себе. В первую очередь потому, что оно вводит людей в заблуждение, ведь никакого взрыва в привычном смысле не было. Но все же теперь би-теория и название – это один из столпов современной космологии. В целом-то идея кажется достаточно простой. Если я запущу эти два шара в разные стороны, а потом обрежу начало записи и покажу кому-то ее вот в таком виде, только на основании того, что мы увидели. Учитывая движение шаров в определенный момент, можно достаточно уверенно сказать, где они были до этого. Так и со Вселенной. Только вместо шаров – галактики. Ну и увеличение расстояния тут связано уже с расширением самого пространства времени, а не с тем, что галактики просто разлетаются в разные стороны. Итак, наблюдаемое расширение Вселенной – это основа теории Большого Взрыва. И из этого можно сделать несколько выводов, и построить ряд предсказаний, которые дальше можно попытаться проверить. И основными предсказаниями теории Большого Взрыва часто называют следующее. Во-первых, у Вселенной было начало, и от этого момента до настоящего. Она менялась и эволюционировала. Чем дальше мы заглядываем в космос, тем более молодые объекты мы должны видеть. Меньше тяжелых элементов и менее проэволюционировавшую структуру. И в прошлом должен быть момент, когда еще не существовало звезд и галактик. Далее, если мы перематываем время еще дальше назад, то должен быть момент, когда Вселенная была значительно меньше и такой плотной, и горячей, что тогда еще не могли формироваться стабильные атомы, а излучение не могло свободно распространяться по Вселенной. А значит, в момент, когда Вселенная достаточно расширилась и остыла, свет должен начать свободно перемещаться. И мы должны видеть это остаточное излучение повсюду во Вселенной. И что это за излучение такое, интересно? Плюс в ранней горячей Вселенной должна быть фаза, которую сейчас называют первичным нуклеосинтезом. Этап, на котором еще до появления звезд сформировались первые химические элементы во Вселенной. То есть по всей Вселенной должны быть распространены в большом количестве самые легкие элементы. Водород, гелий-4 и еще некоторые изотопы. Ну и в общем, все это находит свое подтверждение в наблюдениях. Мы наблюдаем раннюю Вселенную в телескопы, вплоть до периодов всего несколько сотен миллионов лет после начала расширения. Предсказанное излучение, световое эхо Большого Взрыва было открыто и называется сейчас реликтовым излучением или микроволновым фоном. Я много раз о нем рассказывал и делал отдельные выпуски. В старых видео я говорил, что открытие микроволнового фона – это одно из главных доказательств в пользу теории Большого Взрыва. Собственно, вот почему это действительно так. Количество и соотношение легких элементов во Вселенной тоже говорит в пользу ТВВ. Это основные, но далеко не все аргументы и доказательства. Еще, естественно, теория не стоит на месте и меняется. Так очень важным стало добавление этапа инфляции. Очень короткого промежутка времени, когда за короткий миг Вселенная увеличилась в огромное количество раз. Но об этом подробнее мы как-нибудь еще поговорим отдельно. Еще было открыто, что Вселенная не просто расширяется, но сейчас еще и с ускорением. И так далее. Но, как я уже сказал, проблемы у теории, конечно, тоже есть. Какие-то из них сажущиеся, а какие-то настоящие. Кто-то может сказать, что теория Большого Взрыва нарушает элементарные законы физики. Как же все может взяться из ничего? А как же закон сохранения массы и энергии и все такое? Но этот вопрос возникает из-за недопонимания. Многие думают, что теория Большого Взрыва это про то, откуда взялась Вселенная. Но это не так. Теория Большого Взрыва не описывает зарождение Вселенной. Она не говорит, откуда все взялось. Она описывает эволюцию Вселенной. Причем даже не с самого начала. Ведь, если мы мысленно перематываем историю расширения Вселенной назад, в определенный момент наступает ситуация, при которой современные законы физики работать перестают. И мы просто не можем описать, что было в самые первые моменты существования Вселенной. При этом теория Большого Взрыва заглядывает очень далеко в прошлое, вплоть до первых мгновений существования Вселенной, но не до самого начала. Так что на вопрос, откуда взялась Вселенная, она просто не отвечает. Но неплохо описывает то, как все развивалось с самых ранних моментов. Но вот настоящие нерешенные проблемы, это, например, вопросы темной материи и темной энергии, которые, по современным оценкам, отвечают за большую часть массы энергии всей Вселенной. С учетом этого они, естественно, должны играть ключевую роль в эволюции Вселенной, но при том, что мы считаем, что и темная материя, и темная энергия существуют, мы пока понятия не имеем, чем они являются. И для более полного понимания Вселенной эти проблемы еще предстоит решить. Мы пока не знаем, почему во Вселенной на ранних этапах оказалось больше материи, чем антиматерии, в результате чего мы можем видеть все вокруг, что состоит из обычной материи, включая нас с вами. Об антиматерии я подробнее рассказывал в выпуске об антигалактиках. Предсказанная теория и структура Вселенной на маленьких и на больших масштабах не совсем сходятся с тем, что мы наблюдаем. И тут проблема или с нашими расчетами, моделями и теорией, или с наблюдениями. Так называемая проблема горизонта задает вопрос, почему на больших масштабах Вселенная такая однородная, и регионы между которыми огромные расстояния имеют примерно одну температуру. Почему все области, которые никак не связаны, столь похожи? Эта проблема как раз решается инфляцией. Есть проблемы космологической постоянной формы Вселенной и другие. Важно, что естественно теория несовершенна, но она развивается. Одним из главных конкурентов теории Большого Взрыва на ранних этапах была теория стационарной Вселенной. Основное развитие она получила в середине 20 века, а это, как вы заметили, уже после открытия того, что Вселенная, судя по всему, расширяется. Тем не менее, некоторые ученые не готовы были принять теорию Большого Взрыва. Среди знаковых сторонников стационарной Вселенной как раз был Фред Хойл, который придумал название теории Большого Взрыва. Из названия теории можно подумать, что тут полностью отрицается расширение, и речь идет о том, что Вселенная статична. Но нет. Тут еще немного сбивают с толку перевод стационарная Вселенная. На английском она называется Steady State Universe. И Steady State скорее можно перевести как постоянное состояние. А под постоянным состоянием здесь имеется в виду средняя плотность вещества. Если в теории Большого Взрыва по мере расширения пространства-времени расстояние между далекими объектами увеличивается, и в одном объеме пространства плотность вещества постепенно снижается, что очевидно, веществу-то новому взяться неоткуда, то теория стационарной Вселенной говорит именно об этом. Здесь Вселенная растет в размерах, но средняя плотность не падает, потому что в ней все время создается новое вещество. Такая Вселенная вечная, бесконечная и всегда одинаковая. Не меняется ее плотность, не меняется ее структура на больших масштабах. Помимо очевидных вопросов вроде «а откуда вещество-то берется?», теорию по сути похоронили открытие реликтового излучения и квазаров. Оба открытия объединяют то, что свет, который мы получаем, приходит из такой эпохи, когда Вселенная явно была другой. Микроволновый фон из эпохи, когда еще не было звезд, а квазары из времени, когда галактики были намного активнее, чем сейчас. Так что это показывает, что нет, Вселенная не всегда была одинаковой. Еще одна альтернатива стандартной космологии – так называемая плазменная космология или плазменная Вселенная. Идея принадлежит не кому-нибудь, а Ханнесу Альфвину, основоположнику магнитогидродинамики и Нобелевскому лауреату. Если в стандартной космологии на больших масштабах всем заправляет гравитация, то в плазменной космологии роль играют электромагнитные силы. И логика тут в том, что они ведь сильнее гравитации, а значит, все, что мы вокруг наблюдаем, может быть последствием эффектов не гравитации, а электромагнетизма. И это касается всех процессов от рождения звезд до расширения Вселенной. В модели Альфвина Вселенная состояла из больших скоплений вещества и антивещества. Эти пузыри как бы боролись друг с другом и расширялись, что мы наблюдаем как расширение. А там, где они сталкивались, возникало излучение, которое мы видим как реликтовое. Но все это просто-напросто не соответствует тому, что мы наблюдаем. Конкретно, например, тому, что мы видим, что чем дальше галактики, тем быстрее они удаляются, а в плазменной Вселенной этого быть не должно. Как я уже сказал, теория Большого Взрыва не дает ответа на вопрос, откуда взялась Вселенная. Значит, вот смотрим мы в прошлое до ранних моментов, пока наша физика работает, а может дальше смотреть и не надо? Тут всплывает идея о циклической Вселенной. Может, Вселенная расширяется, затем останавливается, начинает сжиматься, доходит до минимальных, но не до бесконечно малых размеров, которые ломают законы физики. А затем Вселенная отскакивает назад. И так может продолжаться бесконечно. Тут можно подумать, что снимается вопрос, что было до Большого Взрыва. Потому что до Большого Взрыва было бесконечное количество других Больших Взрывов и Сжатий. По сути, это вариант Вечной Вселенной. Правда, вопрос, откуда все взялось, все равно остается. Я о подобном сценарии уже не раз говорил в контексте сценариев смерти Вселенной. И я также рассказывал, что для того, чтобы Вселенная остановила расширение и начала сжиматься, плотность массы энергии должна быть выше критической. Но пока современные измерения говорят о том, что эта плотность очень близка или равна критической. И, скорее всего, Вселенная будет всегда расширяться. Но, возможно, какие-то новые данные заставят нас это пересмотреть. Были мнения, что теория Большого Взрыва неверна, потому что данные, на основании которых мы сделали вывод о Большом Взрыве, изначально неверно интерпретированы. Яркий пример — гипотеза старения света. Один из основных аргументов в пользу расширения Вселенной — это красное смещение. Эта же гипотеза говорит, что свет от все более и более далеких объектов кажется нам смещенным в красную часть спектра не потому, что расширяется пространство-время, и волны в расширяющемся пространстве как бы растягиваются. А потому что свет стареет. Например, пока он летит миллиарды лет по Вселенной, он взаимодействует с веществом, по пути теряет энергию. Но это напрямую опровергается многими наблюдениями. Ну и еще расширение подтверждается наблюдением за сверхновыми. Есть и более радикально звучащие версии. Например, модель экператической Вселенной говорит о том, что наша Вселенная — это результат столкновения двух трехмерных бран из четвертого измерения. Браны — это такие фундаментальные объекты в теории струн, в которые мы сейчас закапываться не будем. Главное, что вы уже успели заметить, что эта модель берется из теории струн, которая еще самой далеко до совершенства, как и до экспериментального подтверждения. Есть идея о бесконечной инфляции. И тут мы вообще уже заглядываем в мультивселенную. Тут во Вселенной должно существовать гипотетическое инфлатонное поле, которое находится в состоянии постоянной инфляции. Но в некоторых местах оно ослабевает, и там появляются как бы пузыри, которые расширяются намного медленнее. И вот наша Вселенная — это такой пузырь. И может существовать огромное множество других пузырей, с которыми мы, правда, никак не можем проконтактировать. И в этих пузырях могут даже быть разные законы физики. Еще есть версия о том, что мы якобы живем внутри черной дыры, а черные дыры нашей Вселенной содержат внутри другие Вселенные. И об этом у меня тоже был отдельный подробный выпуск. Если кратко, нет, скорее всего, в черной дыре мы не живем, и наблюдение этому противоречит. И это, конечно, еще не все. К тому же у многих теорий и гипотез есть свои подтеории, но после того, как мы поговорили про некоторые основные альтернативы теории Большого Взрыва, я думаю, становится понятно, почему она по-прежнему считается основной. Многие из альтернатив опровергаются напрямую наблюдениями, другие вообще с натяжкой можно назвать полноценными научными теориями. Это еще я про гипотезу ассимуляции ничего не сказал. Просто надо понимать, что никто и не говорит, что теория Большого Взрыва идеальна. И надо понимать, что именно она объясняет, а что нет. Может, в будущем ей на смену придет другая теория. А может, она будет дальше дополняться, совершенствоваться или встраиваться в какую-то более общую картину. Но пока это лучшее, что у нас есть. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте. И огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти и на Патреоне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok